Теме психического здоровья, а точнее сегодняшний выпуск будет посвящен Международному дню психического здоровья, который официально на международном уровне празднуется 10 октября. Что же такое психологическое здоровье и как определить, здоров ли я? На самом деле каждый четвертый украинец страдает психическим расстройством, а мировая статистика, которую ведет Всемирная организация здоровья, говорит о том, что приблизительно 13% мирового населения, что составляет около 800 миллионов населения, страдает от официально диагностированного психологического расстройства, а что говорить о тех, кто об этом говорить не хочет и не обращается за помощью к специалисту. Итак, сама концепция психологического здоровья была четко определена Всемирной организацией здоровья еще в 1950 году, и она гласит о трех основных принципах. Итак, первый принцип – это способность индивида создавать неконфликтные отношения с другими. Второе – это способность разрешать свои внутренние конфликтные влечения не таким способом, чтобы их вытеснять или их игнорировать, а именно разрешать. И третье – это способность индивида развивать свою личность путем максимального использования, задействования своего потенциала. Итак, как мы видим, на самом деле понятие психического здоровья – это нечто более, чем отсутствие психического расстройства и нечто более, нежели соответствие определенной статистической норме. Для того, чтобы глубже поднять эту концепцию, я предлагаю обратиться к 16 принципам психологического здоровья, которые были представлены психологом Нэнси Мак-Уильямс. Итак, первый принцип, о котором она говорит – это способность любить. А это значит способность создавать глубокие доверительные отношения с другим человеком, не боясь глубины этой физической и духовной интимности. И следует отметить о том, что способность любить относится не только к партнерским отношениям между мужчиной и женщиной, но также к любым отношениям, включая родительско-детские отношения. Второй принцип звучит как способность работать. И этот принцип подразумевает собой больше, нежели способность занимать определенную должность и получать фиксированный заработок. Но это, скорее всего, способность быть креативным, приносить в этот мир нечто новое, за что мир готов платить, и в этом ощущать свою самоценность, реализовывать свой потенциал. Третий принцип – это способность играть. Ведь именно в игре ребенок развивается. Что же уже говорить о взрослых? Поскольку в работе человек уже начинает реализовывать те освоенные навыки, которые он прорабатывал в игре. Для взрослого человека игра означает также время, выделяемое для возможности пойти поиграть в теннис, в соревновательных играх или поиграть на музыкальном инструменте, потанцевать. В общем, все то, что включает наши хобби и любимые занятия. Четвертый принцип – это безопасные отношения. Безопасные отношения как способность войти и поддержать эмоционально зрелую связь, в которой отсутствует моральное, физическое насилие, а также отношения, которые не основаны на зависимости партнеров друг от друга. Пятый принцип – это автономия. Автономия в плане независимости от чужого мнения, чужой позиции на то, что нужно делать. То есть это способность делать то, что хочется, несмотря на то, что думает об этом родители, партнёр или общество. Шестой принцип – это постоянство себя и объекта. А это значит готовность встретиться со своими внутренними конфликтами, принять все те части, которые существуют внутри как себя, так и других, и что-то с этими частями делать. То есть помочь им найти способ своей реализации, своего выхода. Эго достаточно сильно тогда, когда оно может адаптироваться под высокий уровень эмоционального или интеллектуального напряжения извне. Восьмой принцип – это как раз надёжная и реалистичная самооценка. То есть самооценка, которая неадекватно не занижена и неадекватно не завышена. Девятый принцип – это как раз система собственных ценностных ориентиров. Каждый индивидуум включён в определённую систему норм, традиций, в которых он воспитывался и в которых он функционирует. И этот принцип обозначает уважение к этим принципам, но также создание, формирование своих собственных ценностных ориентиров, которые бы направляли путь индивидуума. Итак, десятый принцип – это способность выносить накал эмоций. То есть под эмоциональным грузом не расщепиться, не провалиться, а собраться и найти в себе ту основу, на которую можно опереться, чтобы вынести этот эмоциональный штурм. Одиннадцатый – это рефлексия, то есть способность посмотреть на себя со стороны, а также на других со стороны, оценить ситуацию и принять решение, как действовать дальше, но также и помогать себе самому на этом пути дальнейшего продвижения. Двенадцатый принцип – это ментализация. Способность оценить свое психологическое состояние и психологическое состояние других, а также дать оценку своему восприятию, ситуации окружающему и также то, как на окружающую реальную ситуацию смотрят другие люди. Тринадцатый принцип – это широкая вариативность механизмов защиты, а это значит неограниченность определенным способом защиты. Например, человек, который не хочет сталкиваться с чувствительной для него темой, может уходить в такой ригидный способ защиты, как отрицание, говорить о том, что этой ситуации нет, что на самом деле все хорошо, и к этому способу защиты прибегать постоянно. Так, этот принцип гласит о том, что способов защиты на самом деле огромное количество, и способность прибегать к различным способам защиты в различных ситуациях также является одним из критериев стабильности и психического здоровья. Четырнадцатый принцип – это баланс между усилиями для себя и для других. То, сколько я инвестирую в окружающих, не должно превышать те инвестиции эмоциональные, ресурсные, материальные, которые я направляю на себя. Пятнадцатый принцип – это чувство витальности, а это означает не просто существовать, не просто выживать, а чувствовать жизнь, соприкасаться с этой жизнью. Шестнадцатый принцип, последний – это принятие всего того, что не в силах изменить, то есть дать себе возможность прожить скорбь по утраченному, потому что возвратить невозможно, и дать себе возможность ощутить свою ограниченность, что не всё, что планировалось, не всё то, что хочется, на самом деле, возможно реализовать, ощутить свои лимиты. Так что эти принципы показывают то, что на самом деле понятие психического здоровья гораздо более комплексная концепция, нежели просто отсутствие психического заболевания, расстройства или же просто понятие счастья или удовлетворенность жизни. И, подходя уже к концу сегодняшнего выпуска, хотелось бы ответить на вопрос, который мне задают очень часто. А можно ли предотвратить психологическое нарушение, психическое расстройство? Существует ли профилактика психического состояния? Хочется сказать сразу – нет. Нет и категорично, поскольку даже сама гигиена психологического здоровья не является ни миссией государства, ни задачей определённых профессий, таких как психолог, психоаналитик, психиатр. Это в первую очередь миссия самого индивидуума и его семьи. Поскольку предугадать, предвидеть то, что определённый индивидуум может столкнуться с психозом, со своим психозом или может впасть в меланхолию, в депрессию или страдать паническими атаками, наперёд это предсказать невозможно, поскольку даже если ребёнок, подросток, взрослый человек будут находиться, жить в абсолютно здоровых условиях, которые только благоприятны для того, чтобы развиваться здоровым, тем не менее и у этого человека может развиться психическое расстройство, которое очевидно зависит не столько от внешних условий, сколько от внутренней субъективной позиции индивидуума. Почему индивидууму бессознательно, почему бессознательно он принял решение найти разрешение своему страданию именно через психическое расстройство? Почему этот бессознательный выбор был сделан? И это то, с чем работают психоаналитики, исследуя уже страдания, с которыми пациент приходит в кабинет, а не отсутствие запроса, который является базой для... Бессознательный чувство, такая... Субтитры сделал DimaTorzok Удачи вам! Продолжение следует...